Жмякай в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски! Всем привет, с вами Серёга Отвёртка, и сегодня мы сделаем вот такую диораму по фильму «Обитель зла». Вот такой набор мне приехал с магазина, модель «Лавка.ру». Так, что же у нас здесь имеется? Ну, я вот увидел эту картинку, думаю, вот сейчас прям соберу всё как на картинке, думаю, будет очень круто. Но, оказывается, здесь в комплекте не идёт мотоцикла. Вот такой-то у нас здесь собственный набор фигурок, что я сейчас хочу сделать. Да, для начала просто соберу их все, склею, а там уже посмотрим, как это скомпоновать и сделать из этого диораму. В принципе, теперь фигурки у нас уже склеены и вырисовывается некий сюжет для диорамы. У этой вот фигурки, которая у нас находится на мотоцикле, у неё очень довольно-таки хорошо проработаны ноги, то есть мы можем прям вот так вот поставить и сделать, как будто она отстреливается. Да, конечно, проблема остаётся в том, что здесь не хватает большого куска жопы, который мы слепим из эпокселина. Ну и плащ, соответственно, у нас уходит, как будто здесь что-то находится. И, скорее всего, мы сюда поставим какую-нибудь ветку, либо балку, чтобы сделать эффект, как будто из-за неё зацепился плащ, и то есть он вот так вот у нас распластался, чтобы он не висел вот таким вот образом, странным, а здесь оставалось пустое место. Так, ну, что можно сказать по качеству фигурок? Они меня вполне устроили. Да, конечно, есть некоторые щели, сейчас мы всё это залепим. Вот такие вот у нас получаются интересные зомби. Что касается вот этого вот ползущего зомби, то есть сделаем эффект, типа он уцепился за ногу, утягивает её, и как раз-таки такая поза будет, ну, весьма естественная, я считаю, для диорамы. Что нам сейчас необходимо сделать? Также просверываем отверстие, вставляем сюда зобочистки и потихоньку начинаем это всё окрашивать. Ну, а окрашиваю я это всё, как обычно, акриловыми красками от звезды. И теперь необходимо как-то окрасить зомбаков. Ну, я тут испробовал два варианта. Первый вот сделал смывку серой краской, но, как видите, получилось не особо-то. А второй вот вариант сделал методом сухой кисти, то есть обмакнул кисточку в краску, потёр её бумагу, и то, что осталось, вот так вот потёр сверху по руке. Вроде бы получается довольно неплохо, то есть как бы это и не телесный цвет, и не совсем серый. Я думаю, подойдёт. То есть сейчас все фигурки покрасим вот таким вот эффектом, чтобы они были более похожи на зомбаков. Ну, а дальше, соответственно, будем прорисовывать здесь различные мелкие детали. Ну, а дальше, в принципе, всё как обычно, делаем смывку чёрной краской. Ну, а тут так вот практически всё смываем, чтобы вся краска у нас залилась во впадины. Ну, а всё у нас, соответственно, осталось того цвета, в который она была окрашена. Ещё здесь добавил следы крови. Делал я это с помощью кирпичного цвета с добавлением красного. И делал всё это обычной ватной палочкой. Вот такая вот у нас получается штука. Что касается глаз, я решил просто оставить белые белки, то есть без зрачков. Мне кажется, так выглядит это более жутко. Вырезал я такой вот кусочек XPS 10х10, и теперь сверху его покрываем шпатлёвкой. В принципе, можно использовать алибастер. Тут как бы особой-то разницы нет. Покрывать будем всё тонким слоем. Разгладим это, чтобы получить некое подобие асфальта. Вот такая площадка у нас получается после окрашивания серой краской. Также я ещё здесь прошёл с земляной и светлопесочной. Просто вот намочил кисточку, оставил прям минимум краски и чуть-чуть затемнил нашу площадку. Ну, в принципе, практически всё готово, но площадка выглядит голой, соответственно, сюда необходимо будет что-то добавить. Я здесь нарезал оргстекло очень мелко, то есть сделаем такой эффект стекла. Вот такое вот колёсико у меня осталось от прошлой диорамы. Также здесь ещё есть кирпич у меня, который я покрошил. Газета, которую мы нарезали. В общем, сейчас мы это всё смажем клеем ПВА, прям самым тонким слоем, и добавим сюда всякий различный мусор, который обычно бывает на дорогах. И, в принципе, останется только приклеить фигурки, и всё будет готово. Фигурки у нас были закреплены, сверху это всё посыпало кирпичной крошкой, добавил также следы крови, и в итоге у нас получилась такая вот диорама. ПОДПИШИСЬ! Ну а если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серёга Отвертка, всем пока!